Об экологической ситуации в регионе шла сегодня речь на заседании регионального экологического совета при Волгоградской областной думе. В частности, парламентарии и члены общественных организаций обсудили проблемы, касающиеся состояния некоторых предприятий. Мария Иванченко продолжит тему. Экологическая обстановка на одном из крупнейших химических предприятий региона Химпроме специалистами оценивается как очень серьезная. На проверке прокуратуры выявили 660 нарушений экологических норм, а это чревато печальными последствиями. Эту проблему депутаты областной думы держат под особым контролем. Региональные власти уже обратились в правительство с тем, чтобы на федеральном уровне были выделены средства на ремонт и восстановление особо опасных объектов. Сейчас на заводе заканчиваются научно-исследовательские работы, идет подготовка к конкурсу на изготовление проектной документации. Пока же на уровне региона, по мнению депутатов, необходимо создать специальную комиссию, которая будет отслеживать ситуацию на заводе. А вот о закрытии предприятия, уверены члены совета, речь не должна идти в принципе. Это фактически единственное место, где жители Кировского района сегодня могут работать. Потому что завод Ермана закрыли. Если не закрывать Химпром, то фактически можно заговорить, что Кировского района не будет существовать, потому что некому будет там просто ходить на работу. И защита работников Кимпрома, я считаю, для нас с вами, это первовещенная задача. Кстати, вторую жизнь предприятия может вдохнуть участие в химическом инновационном кластере. С такой идеей депутат областной думы в ближайшее время намерен обратиться в правительство страны. Обратиться к министру промышленности и торговли Российской Федерации Матторову с ходатайством. Обведение в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению перспективной структуризации ВОА «Химпром» и подготовке предложений по созданию химического инновационного кластера на территории Волгоградской области созданы при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации депутаты Волгоградской областной думы и представители научного сообщества Волгоградской области. Эти рекомендации будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний регионального парламента. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба»